Меня зовут Саша, я работаю в Grammarly, менеджером инженеров. Это Максим, он работает в компании Zundata, менеджером продукта и, наверное, частично инженеров тоже. Я подозреваю, невозможно управлять продуктом в изоляции от инженеров. Вот, это сегодня наша первая попытка поговорить на продуктовые темы. Конечно, мы неизбежно будем говорить еще и на технические какие-то сопутствующие темы. Но специально ориентируемся на продуктовую разработку, на жизнь продакт-оунера, продакт-менеджера. Есть надежда, что это будет интересно. Это знаете, как с гейм-девелопментом. Все же знают, какая должна быть самая крутая игра, у всех очень много мнений, что надо правильно делать. Но почему-то у всех получается делать правильные игры. Вот, может быть, у нас такие же веселые разговоры получатся. Все же знают, как сделать крутой продукт, но не у всех хорошо получается. Вот у Максима его правда и получается. Я говорил на прошлой неделе, на тренинге продуктовнеров, там сказали, что в Украине вам нужно задать вопрос, а вы действительно продуктовнер? Так что и действительно продуктовнер. Я понял, что я где-то такой прокси-продуктовнер. Вот так появится. Ну, мы, пожалуй, не будем менять пока что названиями там. Просто там высоких промежуточных оттенков. В общем, подогреваю ваш интерес в конце, после доклада у нас пицца. Поэтому не расходитесь. Да, не расходитесь, еще чуть-чуть пообщаемся, посоциализуемся. Максим Терещенко. Да, ну, прежде всего, спасибо, что пришли. То есть это, как сказал Саше, первая попытка вообще поговорить о продуктах. Потому что, ну, я еще такого не видел в Украине, да, вы, может, вы скажете, там есть какие-то сообщества продуктовнеров. Но я на самом деле вот на продуктовом рынке, в принципе, где-то год. И вот даже общаясь с людьми там на конференциях, то есть на самом деле выясняю, что много классных продуктов разрабатывается в Украине. То есть на самом деле там в Америке или где-то за рубежом никто не знает, что они разрабатываются в Украине. То есть, но на самом деле, да, то есть они разрабатываются в Украине. Как, например, грамм. Вот. И потому хотелось бы, чтобы мы хотя бы тут внутри, в Украине, знали действительно, что эти продукты, во-первых, разрабатываются в Украине, во-вторых, какой-то knowledge, да, мы могли шарить между друг другом. И это нас сделает лучше, как специалистов, потому что эти продукты хорошо продаются. И, может быть, когда-нибудь, наконец-то мы создадим такой продукт, который будет знать, что он разрабатывается в Украине, и будет хорошо продаваться. Вот. То есть я, как сказал Саше, проект тоннер компании ZoomDat. То есть это продукт. Это аналитическая платформа на бигдейте, довольно известная. То есть если вы сидите за этим рынком, то есть, в принципе, это не страшно сказать, что это лидер, да, но это, скажем так, сейчас один из лидеров, поэтому можно сказать, что это продукт мирового уровня. Вот. Ну, для начала я хотел бы, ну, скажем так, познакомиться, да, то есть я сразу скажу, что не хотелось бы сегодня превращать какую-то лекцию, да, там, хотелось бы больше общения, потому в любой момент можете прерывать, там, говорить какие-то свои мысли, не знаю, там, чем-то вы согласны, чем-то не согласны и так далее. Вот. Первый вопрос вообще, кто интересовался продуктом ZoomData, и, ну, там был на каких-то конференциях, ну, знакомое лицо. А кто его, например, использовал в своей работе? Никто. Хорошо. А кто считает, что он работает в бигдатах? Считается, что работает в бигдатах? А если можно, вот, кейс. Какой кейс? Какая проблема стоит? Значит, ну, во-первых, не все могу рассказывать. Ну, то, что можно. Во-вторых, значит, надо собрать базу данных, скажем так, некоторых цен, если можно брать цен, и другой справочный, ну, хорошо, коэффициент двухметрских контов и некой справочной информации для них, и после этого разработать инструменты для анализа эстетических, ну, подсчетов каких-то эстетических мер, эстетических зависимостей и так далее. И получается, что объем этих данных, он, скажем так, из-за миллиарды, ну, как называется, там, записей, из-за революционных баз, в принципе, ну, что еще? Ну, окей, да. То есть, кто-то еще может быть? Ну, еще, в принципе, надо добавить. Вот, ранее еще там занимался биржевыми данными, там получалось гигабайты данных в день. Ну, с другой стороны, при том, что объем был действительно довольно большой, но без таких инструментов, там, типа Hadoop, или там, какие-то Valu еще не использовал, потому что у меня было самописное. Громилище с довольно простым функционалом, но при этом скоростное. Ну, как бы так, как подходы там все-таки использовались скорее, ну, по-моему, какие-то алгоритмы, в принципе, там, не МЭП и ДЮСа, там, никаких-то даже вещей, там, вроде, коллаборативной фильтрации, типа, там, простейших бигдатных алгоритмов не было, то тоже такое, наполовину бигдаток, как по-моему. Окей, спасибо. Кто-нибудь еще? Проект ConnectOn, это связанность нейрона в мозгу на основании скану с электронного микроскопа, послойного, с нейроном. Это где-то по 6 терабайт где-то он сканирует, и нужно просто связать... А какая проблема стоит внутри, что нужно решить? Проблема в том, что слишком много фетабайт данных, чтобы вообще с ними работать. Не, ну а что нужно решить? То есть проанализировать что-то, посчитать связи нейронов. То есть, если оно будет с назовы, то, что это будет с назовы, то, что это будет с назовы, то, что это будет с назовы. Кто-нибудь еще? Есть еще опыт реализации, скажем, кастомных решений для фармакологического рынка, когда фармакомпании запускают на рынок продукт, и необходимо им собирать данные, какие-то тестовые данные по каким-либо жалобам, либо по каким-либо отзывам от клиентов. О продукте. Да, да, соответственно. И состоял вопрос об анализе этих данных, построении различных таблиц, отчетах для руководства, и, соответственно, принятие решения как финальная точка, запускать этот продукт в масс-маркет или доделать на основании этих фидбэгеров, да, получается? Кто-то еще? Окей, а кто продуктован? Или считают, что... Два с половиной, да? Хорошо, супер. Тогда давайте пойдем дальше. Ну, я себе пару слов скажу. То есть, как бы, главное, что я, в принципе, работаю в аналитическом рынке уже около 10 лет. В основном работал в аутсорсинге, в консалтинге, да, то есть, в принципе, продуктовый рынок для меня довольно новый. То есть, я на него пришел где-то год назад, вот, именно в Зундату, да, то есть, до этого работал пять лет в аутсорсе, и потому для меня это такой, скажем так, совсем новый мир, вот, со своими инсайтами, и, соответственно, вот, прошел ровно год, да, и ровно год назад пришел в Зундейту, это 1 февраля. И вот за год у меня какие-то, скажем так, мысли, впечатления вообще об этом рынке возникли, да, то есть, я хочу об этом с вами сегодня поделиться и подискутировать, да, согласны ли вы с этими мыслями или нет. Значит, о чем мы сегодня поговорим? Сначала о проблематике big data, да, то есть, какую проблему, как бы, мы, в принципе, решаем нашим продуктом, как мы позиционируем наш продукт на рынке, вот, overview company, то есть, что такое Зундета сейчас, что произошло за три года, как мы существуем, да, то есть, какие основные, основные точки. То есть, потом я вас в працей познакомлю с архитектурой продукта, вот, в принципе, на сцене мы видим не технически, поэтому это такая будет структурная схема, скажем так, без углубления. Вот, потом overview небольшого продукта, презентую вам один кейс клиента, да, в который, в принципе, такой самый популярный, где используется Зундета. небольшой overview конкурентов, который есть у нас в существующий момент, покажу небольшой демо, ну, и потом уже, там, подискудируем, отвечу на ваши вопросы. Такой вот план. Значит, по поводу вообще, по поводу вообще big data, да, то есть, прежде всего, ну, что я заметил, да, особенно вот я побывал, ну, благодаря такой счастливой случайности на Strati, это конференция в Нью-Йорке, священная big data, то есть, одна из основных крупнейших конференций, вот, и, как бы, первая мысль, которая у меня возникла, что слишком много религиозности вокруг этого термина, да, то есть, ну, не представляете, то есть, там тысячи людей сидит, и там у них вообще есть вот эти кей-ноты, да, когда выходит человек, там, спикер, да, и он там за 15 минут что-то презентует, вот, и, и вот, везде звучит, там, мы делаем революцию, там, big data, big data, и вот такое чувство, да, что вот сейчас кто-то крикнет Хадуп, и они все просто упадут, и начнут молиться, там, Хадуп, ну, это, действительно, не смешно, это реально вот так, вот так происходит, вот такой филинг от этого остается, потому, как бы, прежде всего, хотелось бы, вот эту религиозность убрать, немножко, да, и как-то трезво посмотреть вообще, что такое big data сейчас, почему сейчас только шума вокруг этого, и, ну, прежде всего, я думаю, отталкиваться от проблемы, да, то есть решаем ли мы, то есть все IT всегда существовало для того, чтобы решить бизнес-проблему, то есть если IT не решает бизнес-проблему, оно, в принципе, как бы не нужно, да, это мое такое мнение, вот, и, значит, в принципе, эта картинка, она, я ничего лучшего не нашел, да, чтобы вообще показать, что такое big data, да, то есть, во-первых, это, ну, конечно же, огромный рост, каких-то, ожидается, там, по расчетам, там, в 2020 году 40 zeta-byte, я даже не знаю, что такое zeta-byte, но, наверное, очень много, непонятно, как вообще они это посчитали, но, да, то есть факт, с юсофактом, что данные очень катастрофически растут, но для меня, вот, как бы, важно здесь, даже не эти, там, 40 каких-то zeta-byte, а важно то, что нарисовано здесь, да, что, как бы, контент, он абсолютно, абсолютно меняется, да, то есть, появляется множество приложений, которые генерят абсолютно не структурированный контент, и потому big data, вот, для меня, в принципе, как человека, который в zeta-byte занимается connectivity, именно разработкой, там, новых коннекторов, для меня самая большая проблема в том, что меняются кардинально подходы к хранению данных, да, то есть, если раньше это было, там, реляционная база или файлы, в принципе, это было все, да, то есть, там, выбирать было несложно, вот, сейчас, как бы, это все очень меняется, да, почему так происходит, вот мы возьмем даже кейс фейсбука, я как раз недавно посмотрел этот фильм «Социальная сеть», кто его не смотрел, рекомендую, как бы это впечатляет, вот, то есть, на август 2015 года, 1 миллиард пользователей, да, то есть, на самом деле, функционал приложения, то есть, ну, элементарный, да, то есть, это там, ну, может, там, заблодить картинки, откомментировать и так далее, но, каждую секунду, то есть, падает 12 тысяч фотографий, да, то есть, каждую секунду мы с вами говорим, там, 12 тысяч, 12 тысяч, 12 тысяч, вот, и поэтому, как бы, учитывая вот эти два фактора, то есть, мы понимаем, что, так или иначе, ну, произошел какой-то экспонсиональный взрыв, то есть, те, как бы, те системы, которые были на рынке, они уже никак не могут удовлетворять вот такие вот объемы данных, то есть, абсолютно, абсолютно никак, да, потому что, произошел, ну, катастрофический взрыв, и поток, и релационные базы, как бы, были к этому абсолютно не готовы, да, и здесь вот где-то и родилась бигдейта, а именно то, что с этим нужно было что-то делать, да, то есть, нужны были совершенно какой-то другой разряд продуктов, которые могли бы как-то с этим делать что-то, и здесь вот возникают вопросы, например, что каждый из этих бигдейта продуктов, он обладает какой-то, скажем так, характеристикой, например, нам нужно очень быстро писать, да, то есть, как бы, не важно, что мы потом будем с этим делать, и будем ли вообще, но нам нужно очень быстро писать, нам каждую секунду прилетает 60 тысяч комментов, с этим что-то нужно делать, понимаете, и если ты напишешь, там где-то в маршрутке ехал, там писал свой коммент, а потом он пропадет, но ты будешь очень расстроен, да, и ты потом на Facebook не зайдешь, ну, а если этот коммент твой появится, там, у Васи, там, например, через, там, 3 секунды, ничего страшного, в принципе, не произойдет, то есть, нам нужно быстро очень записать, а, как бы, прочитаем мы уже потом, вот, либо нам, например, нужно наоборот, мы можем немножко подождать с записью, да, нам нужно быстро очень выдать какой-то там запрос, приобретать авиабилетов, то есть, мы, там, пользователь вел, там, город откуда-куда, нужно там сразу, например, выдать, выдать этот результат. Соответственно, появилась целая плеяда продуктов, да, все это очень сильно подогревалось, во-первых, а, той же самой религиозностью, о которой я говорил, и, б, рынком меньшинных инвестиций, который достиг, не знаю, сотни миллиардов долларов в последние годы и продолжает расти, но кто-то предсказывает ему еще, два года, кто-то говорит, что это продлится дальше, но пока непонятно, но сейчас, как бы, деньги кидаются в топку паровоза, да, и он, как бы, несется, и вот это вот все очень сильно наращивается, вот, значит, идем дальше, кто играл в эту игру? вы молчите, волпикс это бигдейта или покемон? кто за то, что волпикс это покемон? один, два, три, кто за то, что волпикс это бигдейта? хорошо, а панголы это покемон или бигдейта? бигдейт, 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 ну, на самом деле, эта игра вообще классно вообще не иллюстрирует ситуацию, которая происходит на рынке, да, то есть вот эту игру очень можно долго играть, там, в принципе, ссылочка есть, можете там, не в этом полчаса, наверное, играть, ну, неважно, да, но факт в том, что количество этих продуктов, ну, бигдейт и продуктов растет, аж это какие-то потенциальные, вот, то есть, например, на той же выставке, ну, около 350 стендов, то идешь, и ты спрашиваешь, что вы делаете, распределенную базу на хадупе, то есть, а вы что, а мы тоже распределенную, нет, мы делаем самую быструю распределенную базу на хадупе, то есть, а вы что делаете, а мы делаем самую быструю распределенную базу на хадупе, и так ты идешь, и уже у тебя эти названия, ну, как бы, крутятся, я лично пытаюсь пока вот эти, хотя бы ориентироваться как-то в этих названиях, да, хотя бы, Действительно, это покемон или это бигдейт? Потому это еще одна из основных критериев того, что происходит на рынке. Очень много продуктов, они все разные. У меня, допустим, один есть знакомый, консультанты бигдейти, который работает в Украине. Они вообще разработали колоду карт из вот этих названий. И они приходят к клиенту и начинают с ним раскладывать преферансы. Потому что на каждый кейс нужно строить вот эту инфраструктуру. То есть бигдейт инфраструктура, она очень динамическая. То есть, как я говорил, что-то очень быстро записывает, что-то быстро читает, что-то там и так далее и тому подобное. И вот нужно прийти из этих карт построить вот это вот лего. То есть сначала вот сюда мы это поставим, потом это, потом это и вот это вот построить. Вот такие они по сеансу с этим разобрать, с клиентом, по сути, разобрать. Так, и вот. И теперь мы уже перейдем как бы о бигдейте, то есть к предпосылкам, почему возникла зумдейт. Зумдейт – это аналитический продукт. То есть это уже, в принципе, если у вас есть вот эта вот лего бигдейта платформа, то зумдейт – это уже сверху, который уже, собственно, эти данные визуализирует. И три основные тренды, которые драйвят аналитические продукты. То есть это, во-первых, бигдейта, о котором мы с вами поговорили. И, как я говорил, для меня как раз самое важное – это variety. Потому что раньше, если мы работали с аналитическими продуктами, там мог быть только DBC-драйвер и все, и вы отдам, как говорится. То есть вы можете подключиться к любой революционной базе и все. А сейчас у нас есть SQL, noSQL, у нас есть search, source и так далее и тому подобное. И у всех этих source какой-то свой интерфейс построения, своя структура данных, свой какой-то там протокол, свои какие-то фичи и так далее и тому подобное. И с этим нужно всем каким-то образом работать, что мы, например, на выходе могли построить уже красивые графики, красивые чарты. Второй фактор – это user expectation. Здесь все, в принципе, понятно. В любом современном продукте он должен быть красивый, он должен быть прост, он должен быть поддерживать мобильную приложение на iPad и так далее и тому подобное. Здесь, в принципе, все понятно и ничего нового. То есть вот у нас есть внизу вот это вот Lego сложное, а на выходе нам нужна одна кнопка. анализировать и раз графичить, построить себе все. Вот. И следующее – это современная архитектура. То есть сейчас очень много всего уходит в облака. То есть приложение должно просто ложиться в облако, оно должно скейлиться. В принципе, если мы говорим о перформансе, первый ответ – это что? Давайте заскейлимся. Давайте еще добавим кластеров, железо дешевое. То есть накупим там еще, 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 еще. Соответственно, любое современное приложение, особенно в BigDate, должно очень просто скейлиться и вложиться в кластер. Какие-то, может, вопросы по ходу или комментарии возникают? Вы не стесняйтесь. У вас на предыдущем слайде было про Facebook. У них, по-моему, решение на NoSQL используется. BigDate, по-моему, на NoSQL, с которым у них интересное решение. Или я с Twitter работаю? Ну, я слышал, что у них, например, Cassandra использовалась. Вот мы сейчас, например, делаем коннектор с Cassandra. Это чистая NoSQL или это с реляцией? Нет, нет сильной связности, используется. В Cassandra это полный Storage, я так понимаю. Ну, просто тимурально. Да, да. А сверху можно ставить, например, некий Ngin, как Hive. Hive он что делает? Он просто NoSQL переводит на SQL. Точно так же для Cassandra можно поставить Presta. Точно так же он перебет, грубо говоря, SQL не затрулся. То есть это не чистая NoSQL? Это что? Это не чистая NoSQL база, там есть какая-то честная релятивная база, да, используется. Cassandra? Нет, Cassandra это NoSQL база, да. Я имею в виду, что нет, в Facebook, там, на части используются реляции, или они уже полностью? Ну, я не знаю насчет Facebook, там, всю их текущую инфраструктуру, да, то есть я знаю, что... Просто у вас лайк был? Ну, я просто... С Нью-Йорком налетели... Да, есть именно про данные. А вот какой начат... Вот Cassandra это разработка именно Facebook. Я знаю, что сейчас они, по-моему, от них отказались. Я уже, ну, именно вот текущую инфраструктуру не знаю. Вот, но вот, например, Cassandra и Presta, это у них стояло. И они сами ее разработали, на самом деле. Так, что еще вопросы, комментарии? Нет, туда, давайте пойдем дальше. Вот, это где-то в прошлом сентябре или октябре прошлого года Amazon презентовал свой аналитический сервис облачный, то есть он называется QuickSight. Вот, и вот эта вот картинка, то есть она с презентацией как раз этого сервиса. Вот, для меня она очень символичная, потому что я много лет, вот когда я работал с BI, я работал с Когносом. Это как раз коншот из Когносом. Вот, я так большой какой-то такой грустью, ностальгию, да, смотрел на эту картинку и понял, что вот, как бы, время Когноса уже ушло, да, то есть это напрямую вот, оно показывает, что до свидания, Когнос. Вот, ну, о чем это говорит? То, что вот эти вот аналитические бизнес-энделаженции, которые были рождены во время relational buzz, то есть они оказались не готовы в основном, да, то есть к вот этому вот взрыву, да, о котором мы с вами говорили, и потому любой BI-вендор в своей рекламе, да, не применит использовать вот такой вот картинки, скажем так, но основной здесь месседж, да, что с точки зрения архитектуры, с точки зрения подходов, с точки зрения счетов, то есть они как бы не готовы были, и потому это вызвало, как бы, новую волну абсолютно, как бы, новых концептуально аналитических продуктов, то есть как, например, ZoomDate, вот, ну и другие. Какой же должен быть, в принципе, аналитический продукт, да, на рынке Big Data, то есть какими основными, как бы, критериями он должен обладать, чтобы как раз, ну, скажем так, жить и существовать вот в этом рынке, да, то есть, ну, во-первых, как бы, понятно, что он должен быть быстро, да, то есть мы работаем с такими объемами, то есть мы должны выдавать, мы должны выдавать результат быстро, вот, за счет чего? Ну, ну, за счет того, что инфраструктура, да, то, что я говорил, что оно должно очень хорошо скейлиться, то есть оно должно работать с разными типами сортов, то есть вот это вот, это то, что мы говорим, что об agile, да, он работает с isquare, с noisequare, там, search, там, и так далее, и тому подобное, да, куча разных форматов, и со всем этим нужно, с этим нужно существовать и работать, да, быстро, и на выходе, соответственно, на вот это вот простая уже аналитика, на iPad, на телефоне, там, и так далее, и тому подобное, то есть это, в принципе, те критерии, которым как раз вот эти вот старые продукты, то есть они не удовлетворяют, и потому они потихоньку там с рынка уходят, кто-то быстро, кто-то более мотивирует. Так, хорошо, теперь, собственно, о зондейте, несколько фактов, да, то есть, в принципе, о зондейте ровно три года, вот, образован этот был продукт в 2012 году, штаб-квартира находится в Рестоне, то есть, как он вообще начинался, продукт, взяли там какую-то табличку, да, там, чуть ли помню с революционной базой, и сделали простой real-time аналитик, да, то есть это был какой-то там, не знаю, процесс, который просто эти данные там брал, и динамически показывал real-time, да, вот, это был первый P.O.C. в ZoomLagy, и потом он уже постепенно развелся вот в такой продукт, который у нас есть сейчас. То есть сейчас у нас около 100 разработчиков, ну, 100 сотрудников, вот, которые находятся, ну, в основном здесь development, там в Америке sales marketing, там и так далее, и тому подобное, то есть мы являемся частью Ciclum, на данный момент, то есть это не отдельная компания, вот, значит, с точки зрения инвестиций было получено два основных раунда, то есть первый это 7 миллионов долларов, второй 14, то есть на данный момент общая суммарная инвестиция, то есть это порядка 22 миллионов долларов. С точки зрения вообще цикла развития продукта, да, то есть есть такое хорошее понятие, то есть просто сейчас мы, или это называется преодоление пропасти, да, то есть это переход вот именно такого, когда нам не пользуются такие early adopters, которые так называемые, и когда мы такой, ну, становимся продуктом enterprise rate, да, то есть мы можем, ну, по-моему, уже продавать коробки, там и везде становится, да, то мы сейчас вот находимся именно на стадии, когда у нас есть вот эти вот early adopters, то есть это люди, которые могут на ранней стадии продукта покупать лицензии и непосредственно влиять на его развитие, да, то есть, например, учат люди заказывать какие-то фичи и так далее и тому подобное, вот, вот сейчас в основном мы находимся на этой стадии и постепенно как бы движемся к тому, что мы станем enterprise rate, то есть мы закроем все эти фичи, которые необходимы для бренда, чтобы сделать какую-то корпоративную аналитическую систему. Ну, и, значит, очень просто, что такое ZMD. То есть первый шаг, вам нужно приконнектиться. Да, куда? Вот, и, как мы говорили, здесь вот это вот покемоны, здесь вот все, да, вот эти вот, то есть очень огромный список, да, того, к чему мы должны проконнектиться. То есть я, когда занимаюсь connectivity, у нас сейчас порядка разработано, ну, они в разных стадиях, но это порядка 40 коннекторов разных, да, то есть какие-то включены в продукт, какие-то мы разрабатываем. А можно узнать, зачем? Ведь неизвестно еще, если вы говорите, что там они, они там, как грыбы после дождя, еще непонятно, кто из них выстроит, но не будет, там, половина из них, или большая часть, обанкротится через два года. Я им этого не желаю, пусть расцветает, то, цветовый, все такое, но всякое бывает. А вы уже потратили ресурсы на них. Ну, потому... Может быть, имеет смысл, да, выделить десяток лидеров, таких неизвестных? Сейчас мы, в основном, как бы, травимся клиентами, да, вот приходит клиент... А, то есть мы их у всех используем? Да, конечно. То есть мы ничего не делаем, если нас, как бы, если кто-то нас этого не просит, да, то есть, получается, они уже, как бы, какую-то Big Data-платформу у себя сделали, то есть они уже вложились туда, да, то есть нам, в принципе, сделать коннектор, это много меньше усилий, чем эти ребята, там, уже что-то подняли, там, какие-то данные закачали. Вот, и потому они приходят, говорят, у вас вообще классный продукт, но если вы бы еще, там, приконнектились в Кассандре, ну, было бы вообще классно. Вот, если таких, там, приходит, там, 10 человек, то все, как бы, нам менеджмент говорит, и теперь, вот, нам нужно коннектор Кассандре. А второму клиенту эта фича продается заново, или нет, или это уже включено? Фича не продается отдельно, то есть продается лицензия. Я имею в виду, то есть, если один клиент запознат, а, лицензия не продается. Да, то есть, ну, пока по фичам мы не продаемся. То есть все равно выгоднее, все-таки, в первую очередь, обращать внимание на лидеров, да, в этом стол можно лицензию продать. Ну, и все равно, да, опять-таки, если мы говорим про все это многообразие, есть четкие вендоры, которые задают ридерство, да, то есть, например, это Cloudera, ну, с моей точки зрения, да, то есть это те люди, это та компания, которая, безусловно, задает тренды на рынке и вряд ли ситуация в ближайшее время изменится. Потому что, например, Impala у нас сейчас это самый популярный коннектор, то есть 60% запросов и support, да, идет, ну, по импалу. Вот, а это благодаря все Cloudera CDH, да, вот этому пэккеджу, то есть они сделали очень классный пэккедж, то есть будет, как бы, набор Big Data Tool-ов, который ты берешь, себе ставишь, все, и ты уже с этим работаешь. Да, значит, вот с этим всем нам нужно, как бы, приконнектиться. Вот, и потом, соответственно, у нас должна быть серверная часть, то есть, которая все вот это вот соберет, потому что здесь вот разные форматы, да, то есть здесь search, там, здесь эволюционный бас, здесь вайлы, там, здесь еще что-то, еще что-то, все там нужно это преобразовать в такой-то единый формат и потом уже передать, собственно, на аппликейшн для визуализации. Ну, и на серверном слое, то есть у нас здесь есть там security, там, не знаю, какие-то calculation, там, какие-то вот такие дополнительные фичи, которые нужны для нас. Вот, но, в принципе, все просто, да, мы приконнектились, мы это обработали и мы передали на визуализацию. А у вас включен какой-то сервис, с помощью которого вы именно преобразовываете данные из источников? Ну, то есть это делается там, я не знаю, какая-то user-friendly там программуника, в которой делается этот tier, или все-таки это там входит в уровень, прописывается? Ну, то есть, опять же, вы берете данные в разных форматах и вам его нужно как-то вот стандартизировать для конечного, для постоянной аналитики. Ну, тут очень, скажем так, комплексный вопрос. То есть, если отвечать в общих чертах, то есть мы, например, можем сейчас соединить данные из двух шансов, и сделать это как один дизайн и визуализировать. То есть у вас стройный интертайс? Да. Но, например, есть сейчас на рынке, опять-таки, BigDate и динамический ETL-тулы, то есть, как, например, Трифакта. Да, кто не видел этот продукт, посмотрите, он очень прикольный. Трифакта называется. То есть он позволяет очень динамически подконнектиться к любым сорсам, сделать какие-то быстрые трансформации, на каком-то сэмпле, потом заплатить на какой-то миллионный сэд и так далее и тому подобное. То есть вот это, в принципе, не наш рынок. То есть мы не идем в ETL, и мы пока не стремимся стать комплексной платформой. То есть вот есть, например, другой продукт, который называется платформа. То есть он пытается покрыть все стадии. То есть от ETL до анализа. Наш рынок, в принципе, это именно сэмпсонализ. То есть мы предполагаем, что данные уже в каком-то виде подготовлены перед этим. Но какие-то вещи мы можем сделать, то есть мы можем преобразовать тип, мы можем что-то посчитать, какие-то calculation. То есть мы можем соединить данные из разных сорсов. Мы можем сделать стрим, то есть real-time аналитику. Вот какие-то такие вещи мы можем делать, и мы будем расширять их функционально, безусловно. Но делать какой-то ETL tool или ETL модуль внутри этого пока не планируется. Теперь более подробно про архитектуру. То есть, как я говорил, опять-таки connectivity есть connectivity, то есть разные типы сорсов. Вот здесь более подробно расписан наш сервер. Здесь очень важно нужно отметить, что мы используем Spark, то есть как основной такой calculation engine. То есть мы, в принципе, для чего его используем в основном? Для кеширования данных. И для, скажем так, временного кеширования, агрегированных запросов. Кроме того, есть у нас такая функция, как Sparked. Это когда можно... Ну, у вас есть какая-то медленная авиационная база. Вы можете сделать source, выбрать, что он Sparked. И данные... Все приложенные вот эти вот данные, они запишутся в Spark. И вы после этого будете уже работать со Spark. Что, соответственно, будет вам выдавать очень быстрые результаты. То есть разные типы кеширования мы используем для этого Spark. И, в принципе, Spark, он вообще как бы интегрирован в ZoomData и даже поставляется вместе с ZoomData. Но вы можете переключить ZoomData на external cluster Spark. То есть на внешний. Значит, Fusion. Это наша функциональность, о которой я говорил, когда вам нужно соединить данные из двух разных сорсов. То есть у вас, например, какой-то справочник лежит в одном сорсе, а таблица фактов в другом. И вам нужно эти данные... Ну, грубо говоря, сделать join релационными понятиями и вывести это в одном датасете. То есть вам нужно это использовать для этого сервис, который называется Fusion. Значит, потом, соответственно, security. Все вот эти штуки, которые нужны уже, собственно, порталу. Сразу, чтобы вы понимали, то есть у нас это не cloud-сервис. То есть у нас это приложение, которое покупается, инсталируется и так далее. Но оно может быть развернуто на облаке, на облачную инфраструктуру. В принципе, у нас это не сервис, за который нужно платить деньги, покупать лицензию, скачивать приложение и потом уже инсталировать их в свою инфраструктуру. Ну и после этого у нас есть, собственно, красивый UI, который все данные, которые отсюда приходят, то есть либо это исторические какие-то данные, либо это поток данных. Там нужно это все красиво визуализировать, так, чтобы это было красиво и на телефоне, и на планшете, и так далее. Извините, а по поводу мобайл-сервера, там какой-то у вас мобайл-сервер еще стоит? Маленький. А что понимаете под мобайл-сервером? На презентации там на уроке какие-то они упустили решения, вот именно мобайл-сервер, который дает возможность повысить, я так понял, скорость, между андроид, мобильным приложением, которые ставятся на основу мобайл-сервер. Нет, у нас ничего такого нет, у нас просто как бы контент, если вы открываете там зонт-дейту на планшете, он просто адаптируется под планшет, если не используется чего-то такого другого. То есть там просто моды, и все, которые открываются. Да, да, ну просто он адаптируется под контент, то есть тут ничего такого специфического нет. Значит, немножко более подробно про коннектор. То есть как раз тема у меня больше всего близка. То есть вот пример с Кассандрой уже был. Вот, например, мы начали делать коннектор Кассандре. То есть мы поняли, что в Кассандре нет агрегейшен флеймворка. То есть, грубо говоря, вы не можете сделать никакой запрос группа. А для нас, как бы, как для аналитического тула, то есть это вообще основной запрос. То есть вы хотите там показать какие-то там продажи по городу. Это там Select Sound of Sales, Group by City. И в Кассандре это сделать, соответственно, нельзя. Просто они не поддерживают группировки. Вы можете сделать Select Tool, но Group by не можете. Да, почему? Потому что бывает и в каждом коннекторе своя специфика. То есть вы берете, например, не знаю, там Solar, то есть в нем какая-то своя структура. Тоже они там... Еще многие продукты просто сырые. Например, Преста. Вот это такой SQL-ный G, например, который можно подключить поверх Кассандрой. То есть он... Это версия 0.98. Потому что что-то они просто не сделали еще. Просто не успели. Еще такая штука, что очень быстро новые версии выпускаются. Например, у нас как бы Spark, как основа. Вот у меня, я как продуктованер, создаю тикет. AdSupport, Spark 1.5. Проходит какое-то время, захожу на Spark, а уже 1.7. Ну там 1.6, да, вышел. То есть я беру просто этот тикет, меняю в заголовке 1.5 на 1.6. То есть они выпускают быстрее версии, чем мы успеваем, например, сделать их поддержку. И это тоже очень важный фактор, потому что... И еще такая вещь, что, например, если раньше там был Oracle, да, они там выпускали новые версии, они кардинально ничего не меняли. Здесь они могут взять отверстие от версии и кардинально поменять, например, архитектуру. То есть нам нужно, чтобы коннектор, он как-то... Или, например, автоматически смотрел, какая версия DataSource, например, это Solar 4.8 или Solar 5.1, и автоматически подстраивался под эту версию, то есть и поддерживал какие-то фичи или не поддерживал, да, то есть, скажем так, по-разному, да. То есть вот такие вот сложности возникают. Ну и здесь как бы основной момент и основное наше конкретное преимущество, то что мы поддерживаем Source напрямую, да. То есть, например, есть такие драйверы, вот, например, Simbo-драйвер, да, то есть вы ставите его поверх, и вы там можете, ну, грубо... Вот это чем-то похоже на DBC, да, то есть вы через него можете обращаться там к разным Сорсам. То есть мы работаем со всеми Сорсами напрямую, да. То есть, например, если у нас есть Surf Source, напрямую поддерживается фича поиска, да, там, Resundated, то есть по... Через Facet Filter и так далее, там, и так далее, там, и так далее. Вот. И так вот, например, разные, разные фичи Сорсов, то есть мы стараемся поддерживать и отобразовать их. Это мне не дает покоя, потому что про Cassandra. И что, вы берете Сорсы Cassandra и там допиливаете, чтобы был Group 2 или как? Ну, как вообще эту проблему можно решить? Это внешний какой-то extension для Cassandra? Ну, на самом деле, вариантов масса, да, то есть можно вот поставить то же самое Presto, да, то есть вот ставится Presto, то есть она канализируется к Cassandra, и потом Presto можно делать из QR-запроса, и Presto уже преобразует, да. Второй вариант, и можно поставить поверх Cassandra Spark, да, то есть у Spark есть какой-то, или у Cassandra есть какой-то коннектор с Spark, или у Spark, если кто-то, я не помню. То мой опыт говорит мне, что если не предусмотрена решена какая-то фича, то сделать внешнюю по отношению к ней, это вообще не долго. Ну, в смысле, ну... Ну да, но это тоже интересно. Вот если, например, у вас есть там этот Berkeley, Berkeley DB, да, вот такие валы, как там можно сделать группа, и у меня даже нету идеи. Ну, Presto же как-то делать. Ну да, как-то делать. Counter Magic, будем считать. Ну и кроме того, хорошо, мы на Cassandra можем сделать Select Wall, да, и мы можем, например, вернуть... Ну, с там, 3 миллиарда записей, что вы сделаете с этим? Ну, мы можем вернуть сумму по колонке, и у нас есть визуализация KPI, которая отображает одну цифру. То есть это просто вот у вас есть там на KPI какой-то там сумму продажи, там, всего. Мне кажется, это будет очень большой дата производительности, если там изначально чего-то не допилино, то допилить решение не будет. Не, мы не стараемся ничего допилить, то есть я говорю просто это какая-то проблематика, да, то есть вот мы берем вроде Cassandra, там, раз, неподдержка на Урубай, и что делать? Можно там Spark, да, можно Presto, там, можно Drill, то есть начинаешь, и там вариантов вот этих, ну, там, мы насчитали, там, порядка 5-6 разных вариантов, как можно с этим, в принципе, жить, да. Либо напрямую коннектиться к Cassandra, и, я говорю, у нас будет работать только одна визуализация, да, это KPI, где вы можете там одну цифру отобразить, там, сумму всего. Может быть так, ну, я же говорю, и тут надо вот смотреть проблематика клиента, да, то есть у него стоит Cassandra, там будет огромный пластер, он хочет вообще анализировать по этой Cassandra, да, вот, и вот отходить уже от этого и сказать какое-то, ну, как бы решение, которое может ему подойти. Да, ну, это то, что, в принципе, я уже говорил, да, что мы напрямую работаем с серсами, да, то есть, например, с серсами, то есть, если вы там какой-то возьмете промежуточный драйвер, например, который с серсами, там, я не знаю, есть ли такое, на самом деле, что-то типа такого с BLNG, с серсами, да, но мы работаем напрямую, и поэтому можно использовать, например, просеты, там, и так далее, и тому подобное. Вот, и, соответственно, конечно же, Spark, да, то есть, еще раз повторюсь, для кеширования агрегированных запросов, вы можете туда полностью, там, переписать данные, там, с вашего серса, кроме того, он помогает нам делать calculation и так далее, ну, в целом, это сейчас тренд, вообще на рынке big data, с точки зрения, вообще, продуктов, вот. Ну, и немного о Fusion, вот, то есть, на самом деле, Fusion открывает большие возможности, потому что, в принципе, с точки зрения продукта, да, то есть, мы приходим он топ big data платформы, да, то есть, и там есть множество разных сорсов, например, у них логи, там, какой-то компании хранятся, там, все в сорсах, у них есть какая-то еще старая авиационная база, которую они успели мигрировать, какую-то они, там, поставили еще, там, импалу для каких-то, там, новых, там, логи, сайты, ну, то есть, вот, целый зоопарк, да, то есть, им нужно какой-то энергетический продукт, который они придут, быстро законнектиться к этим всем штукам, вот, но им же нужно, как-то, данные еще связать, вот эти, да, то есть, посмотреть, например, там, как посещаемость сайта влияет на продажу, да, то есть, нам нужно эти данные связать, и потому мы начали разрабатывать, вот, ну, такую функциональность, как Fusion, которая позволяет, грубо говоря, связывать данные из разных сорсов и отображать на одной авиализации. Значит, здесь немножко про архитектуру, то есть, что я хотел бы еще добавить из важных вещей, да, то есть, это стриминг, вот, на самом деле, что интересно, какой парадокс сейчас, еще на рынке Big Depits, с одной стороны, данных растет, а с другой стороны, expectation бизнеса, да, что мы будем ему давать эти результаты близко к real-time, то есть, например, все знают, там, пример, этой черной пятницы в Америке, то есть, там, по каким-то, по какой-то аналитике, там, не знаю, там, чуть не 60% продаж, например, идет в один день, и все, вот, там, весь год, там, весь ритейл, там, готовится, например, к этой черной пятнице, и им нужно, вот, именно в этот день, то есть, они, то есть, огромное количество данных, например, падает, там, в сеть магазинов, такой-то Walmart, да, и им нужно смотреть, это близко к real-time, да, потому что, может, там, куда-то нужно довести что-то, может, нужно, там, перебросить с магазина в магазин, вот это, ну, извините, а сразу вопрос, если вы говорите про real-time, а если какие-то это агрегатные данные, то есть, данные, которые должны по какой-то алгоритму вычисляться в единицу времени, да, то есть, моментально, а как у вас, если можно, расскажите поподробнее это решается, то есть, это строится ночью полностью по всем данным расчеты, просто, ну, там, потом протягивает, или как это у вас делается? Нет, ну, на самом деле, значит, у нас есть несколько сорсов, во-первых, у нас можно проигрывать данные по дате, все это, на самом деле, очень просто, если у вас есть губавляя пабличку, в ней есть колонка даты, то есть, можно проиграть как исторический сорс, просто по дате, да, то есть, оно будет вам строить, там, какую-то кривую, да, там, подать, как анимацию, вот, или можно точно так же проигрывать лайв дату, ну, это просто будет окно двигаться, да, подать, то есть, у вас, может быть, пришли новые данные, то есть, он делает запрос, там, вот сейчас, там, минус, например, денег, да, это вот окно все время движется, и у вас визуализация, то есть, соответственно, отображает, то есть, мы не говорим здесь, например, про какие-то, там, сложные расчеты, или что, мы говорим, что, ну, у нас есть, там, табличка продаж, да, там, того же Walmart, и она постоянно наполняется, там, не знаю, кассовые чеки идут, там, раз, 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 то есть, там, там, ничего не надо, в принципе, рассчитывать, там, нужно просто... Да, ну, это Spark сделает, то есть, у нас пойдет, там, простой коррегированный запрос по этой табличке, там, да, там, селик, там, какой-то, там, сам, грубай, там, что-то, да, и это уже Spark на этом датасете, соответственно, сделать, и это окно будет двигаться, и эти данные, то есть, ну, потом на демо посмотрим, вот, то есть, вот это, вот это важно, я не скажу, что это действительно реальный такой use case пока, но к этому все идет, да, то есть, в принципе, я думаю, что скоро уже это очень захотят, то есть, или, например, аналитика социальных сетей, да, то есть, очень важно, то есть, идет какое-то событие, все что-то там твитят, и, опять-таки, нужно анализировать это прямо вот сейчас, и мы не можем даже ждать, когда, там, раньше было в революционных базах, там, ночью что-то перегружалось, там, все еще денег, и получали результат, вот, потому, в принципе, от аналитических продуктов сейчас требует скорость, то есть, близко к рио, ну, к рио-танту. Кстати, вопрос сразу, вот, поскольку я знаю, допустим, у Твиттера там, в принципе, есть API платный, можно забирать весь поток, а есть ли похожие вещи, там, для Фейсбука, для ВКонтакта? У нас когда-то даже, я не застал, еще в ранние времена делали какой-то коннектор к Фейсбуку, то есть, ну, я же это слышал, что он, по-моему, API закрыл, ну, я не буду говорить, не знаю. Ну, я думаю, что у них, у Твиттера точно есть какой-то API. У Твиттера, да, и там, по-моему, за бесплатно можно 1% потока брать, а 100% потока за деньги, там, без проблем. Но у Фейсбука, то есть, я знаю, что есть какие-то вот антистические решения, вот, со мной просто интересно, это у них просто там роботы работают с под патчек прокси, и там, мимикрируют под мобилки и компьютеры, или действительно как-то они цивильные... Ну, есть же вот куча продуктов, например, тоже этот украинский YoScan, который, наверное, вы слышали, который недавно получил даже инвестировать, то есть, они, по-моему, и занимаются тем, что они анализируют соцсети, да, то есть, например, если вы там... Ну, да, если вы там напишите пост, там, куплю, я там потерял мобилку, да, у тебя сразу пойдет со всех сторон реклама, там, вот, купи мобилку тут. То есть, они-то как-то получают эти данные, то есть, они, может быть, либо партнерство заключают, либо они проплачивают какой-то API, то есть, ну, таких сервисов масса, поэтому я думаю, что все соцсети так или иначе, какие-то API имеют. Ну, это, ну, я имею в виду, что, в принципе, это очень классный кейс именно для реал-тайм аналитики, да, особенно твиттер. Потому что твиттеры сыпятся, например, у нас был там хакатон, и мы делали такой кейс, например, идут дебаты между там Обамой и Ромней, вот, и за два часа идет, по-моему, там, полтора миллиона твитов идет. То есть, это, ну, за два часа идет полтора миллиона твитов, и все эти твиты можно распасить, там, например, он пишет там Обама, там... Чмак. Да. Я не хотел этого говорить. Ну, например, да. И вот потом, например, по этим твитам можно построить, то есть, сразу же к концу дебатов можно, в принципе, определить настроение публики. Да, то есть, кто выиграл дебаты, кто проиграл. Ну, это полтора миллиона твитов, которые идут, вот, поток, да, и нужно строить вот такую реал-тайм. Кстати, несколько лет назад активно обсуждалась тема, чтобы парсить поток твитов, выделять там твиты, там, про какие-то компании, например, американского рынка, на основе них, как бы, делать прогнозы, там, покупать или продавать в данный момент эти акции. Насколько я знаю, как бы тут, ну, больше было шума, чем реального года примития. Не, ну, в принципе, в данном случае, я считаю, он вполне реальный, да, и я думаю, что, ну, почему нет? Да, и там, или какое-то спортивное событие, как бы, ну, так далее. Так, хорошо. Ну, и последнее, то есть, когда мы уже там прошли вот эти все уровни, то есть, мы добрались до визуализации, вот. Ну, что сказать про визуализацию, да, то есть, это должно быть красиво, интернативно, это должна быть поддержка точь интерфейса везде, да, то есть, если мы там делаем какие-то менюшки, там, то они должны просто нажиматься, нажиматься пальцем, вот, должны поддерживаться там все браузеры, да, то есть, так называемые, то есть, мы идем от дизайна, да, то есть, сначала там делается красивый дизайн, и потом уже, собственно, верстается, там, визуально просто, и поддержка на всех устройствах, кстати, скоринами, там, и так далее, и тому подобное. Что еще здесь важно, то есть, мы вот, когда говорили о критериях аналитического продукта, мы говорили про agile, да, то, что он, в принципе, должен быть очень extendable, вот. То есть, у нас есть специальный редактор, где вы можете разрабатывать кастомные визуализации, прямо там в JavaScript, подключать их, и вот таких кейсов, на самом деле, возникает очень много, когда клиенты хотят кастомные визуализации строить, там, подключать и так далее, то есть, нужно представлять вот такие механизмы. Такая же, такая же идея с коннекторами, да, то есть, в принципе, идея в том, чтобы продукт был extendable, да, чтобы можно было подключать какие-то склейтинг-коннекторы, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Точно так же, у нас есть API, есть SDK, так называемый, да, вы можете полностью поменять там UI, вот, и отобразить это вот, ну, заэмбеддить в какой-то application, то есть, аналитический продукт должен быть еще embeddable. Что дальше? Scalability. Вот, значит, во-первых, сама зомдейта сейчас скейлится, вот, может быть, ну, не так полноценно, как хотелось бы, но, тем не менее, вы можете сделать сервера самой зомдейты, вот, сделать load balancer, который будет уже запросы, соответственно, раскидывать по этому сервера. В то время того, прекрасно скейлится Spark. Да, то есть, у нас можно сделать как embedded Spark, так подключить к внешнему кластеру, и уже этот кластер можете, там, не знаю, там, как угодно распараллиливать, разносить, и за счет этого достигается скорость. Значит, и сейчас у нас есть так называемая клауд-инициатива, то есть, мы сотрудничаем с крупнейшими, там, клауд, например, Microsoft Azure, там, их Hortonworks, Databricks, то есть, там, у них на клауде, то есть, вы можете зайти, и, ну, там, не знаю, два клика у себя на облако проинсталить зомдаду и начать ей пользоваться. То есть, она быстро, она сама поднимет виртуал, и сама сразу поставит зомд, и вы можете там использовать такая вот инициатива. То есть, это не полноценный облачный сервер, сервис, да, но вы можете просто развернуть их на разных облачных коллайдерах. Вот, ну, кроме того, мы, какого ощущения, плотно сотрудничаем сейчас со всеми big data вендорами, то есть, как, например, с Клаудерой. Кто слышал, опять-таки, где-то в сентябре-октябре от Клаудеры вышел новый продукт, который называется KUDU. Это какой-то там очередной олей, да, с большими рогами. Покемон. Покемон, да, новый. Вот, ну, они обещают, что это такой, опять-таки, очередной полум-стордж, то есть, это уже не хранитель файлов, то есть, это полноценная система, которая обрабатывает запросы, там, опять-таки, хорошо скейлятся, хорошо там масштабируется, очень быстрая производительность, и можно там и быстро и писать, и читать, и так далее. Ну, там, кому будет интересно, почитайте подробные продукты, интересные. То есть, пока вышла там какая-то только бета. Вот, сейчас какой-то там ожидаем, я думаю, полноценный релиз скоро, но, например, это была первая аналитическая система, которая сделала, ну, мы сделали там первый, первый подконнектились, да, первый визуализировали данные. То есть, плотно, довольно работаем со всеми big data вендорами, которые сейчас есть. Значит, теперь Customer Case. Значит, с точки зрения клиентов, я говорил, у нас порядка 40 сейчас, да, ну, они в разных статиях находятся. Вот, и Case, как бы, самый известный, он даже получил какую-то премию. Вот, значит, в принципе, значит, повторюсь, что мы находимся на топовой бета-платформе. Значит, этот Case компании Market Study, это страховая компания британская. Вот, что произошло, да. То есть, они из самых крупнейших страховых компаний. Вот, они запустили новую инициативу, как-то она называлась, там, iHub или что-то такое. То есть, они создали какой-то портал, да, куда запустили там всех своих партнеров, посредников, там, страховых компаний. И после того, как они запустили этот портал, у них данные, вот сразу вспоминаем, эту первую картинку экспотенциально выросли, да. То есть, и составили более 20 миллионов котировок в день. Да, то есть, это разные там цены страховых продуктов, там, в общем, у разных партнеров, там, для разных клиентов и так далее. То есть, очень много вариаций. Они начали туда эти все данные, как бы, вносить. Данные экспотенциально выросли. То есть, что произошло, естественно, то есть, их системы, которые были созданы, то есть, они стали, ну, как бы, справляться с этим. Они не были рассчитаны на такие объемы, и потому следующим шагом они внедрили Big Data-платформу. То есть, они начали там складывать все данные в Hadoop, они, по-моему, там поставили еще этот CDH от Plowder, да, то есть, и начали это все собирать в Big Data-платформу. И на них стал вопрос аналитического тулата. То есть, они туда поставили ZoomDate, да, то есть, убрали, там, ставили вот эти аналитические системы, и благодаря этому, там, они, ну, достигли определенных показателей, то, что там, ну, вот они заявляют, что раньше они там анализировали только 3% там данных, да, то есть, когда они подняли вот эту всю платформу, поставили ZoomDate, то есть, они стали там анализировать, анализировать, анализировать. Ну, то есть, вот это, в принципе, довольно простой флоу, что сейчас на рынке происходит, да, была какая-то старая инфраструктура, произошел какой-то взрыв почему-то, да, то есть, они что-то запустили, или бизнес сильно расширился, или, ну, как с Facebook произошло, там, да, вот выстрелили правильно, попали точно в нишу, да, пошел этот потенциальный рост данных, сразу нужно отреагировать, да, внедрить абсолютно новые системы, и тут же возникает вопрос, что старые, как бы, продукты, они уже не ложатся в эту инфраструктуру, и тогда уже нужно ставить что-то новенькое, как, например, ZoomDate. Максим, так как бы, как вы сильно поняли вот в этом кейсе, именно последовательность того, когда они вот обратились к вам, получается, вы как бы реализовали и вашими силами алгоритмы анализа, которые у них были, или как? Нет, алгоритмы нет, то есть, я же говорю, то есть, в принципе, стадии такие, то есть, у них, они там как-то жили, да, то есть, как-то обрабатывали эти, ну, то есть, у них, например, есть крупнейшая страховая компания, там, есть партнеры, они как-то менеджат там вот эти вот котировки, да, которые, разные вариации есть, того же продукта для разных клиентов, ну, множество разных данных, вот, то есть, они захотели это менеджить все централизованно, вот. Значит, для этого они создали некий такой вот, скажем так, портал какой-то, но это не то, что портал, это целая инициатива, там, iHub, да, чтобы менеджить все вот эти котировки и все эти партнеры, они работали через одну большую систему, то есть, там объемы большие, потому что, ну, это крупнейшая там компания страховая в Британии, которая работает, как он по всему миру. Вот, и после этого, то есть, они, ну, данные начали экспоненциально расти, то есть, они как бы понимали, что нужно строить вот это дело еще, ну, чтобы анализировать, то есть, например, им нужно искать фроды, да, то есть, нарушения, да, то есть, там, какие-то партнеры, что-то, какие-то махинации, да, то есть, нужно быстро выявить и быстро как-то принять какие-то действия, да, то есть, для этого нужно все вот эти данные, которые скабливаются вот этим iHub, то есть, быстро анализировать. Вот, они начали строить Big Data платформу, и где-то вот, когда они начали строить Big Data платформу, обычно, то есть, они понимают, ага, А в чем мы это будем визуализировать? В чем мы будем строить визуализации дешборда? Давайте посмотрим земли. Где-то на этом периоде они приходят. Мы занимаемся только визуализацией. Мы не строим алгоритмы и так далее. Мы приходим и говорим, что визуализируется, но для этого подготовьте нам данные в таком формате. У нас есть сервисная команда, которая может им помочь это сделать, но могут они сами подготовиться. Получается, те данные, которые они подготавливают, там уже какой-то небольшой объем? Они должны быть структурированы. Объем не так важен. Объем мы можем заскейлиться. Можем использовать Spark. То есть ключевой график это drill down. Мы нажимаем на цифру и оно разворачивает огромную информацию. Ну да, это мы посмотрим. Еще, в принципе, я смотрю, по-моему, 20 миллионов в день худа-бедно даже PMS SQL можно было бы накрыть. Ну, сложно. Тут еще надо зависеть, какой он через месяц. Уже 600 миллионов. То есть нужно же еще, понимаете, в современном мире нужно еще смотреть, что произойдет через пару месяцев. Потому что нужно внедрять уже, начинать сегодня, если мы хотим быть готовым к тому, что будет через полгода. Поэтому еще такой вопрос. Так, хорошо. Ну и немножко про конкурентов. Значит, на какие стадии можно их разделить? Старые, скажем так, продукты. Мы сегодня один из таких вспоминали. Это PMS. Можно еще кого-то вспомнить. Business object, может. Значит, те ребята, которые просто уже с рынка постепенно уходят. То есть, например, у Pognos ни одной там новой продажи. Ну, если вы там почитаете отчерк Гартнера, то есть он говорит, что Pognos классно, куча клиентов на нем еще сидит, но ни одной новой продажи уже нет. То есть я их даже на слайдик включил. Вот. И есть ребята, которые, в принципе, разрабатывались на старой архитектуре. То есть, например, я очень много работал с ClickView. Естественно, один из наших основных конкурентов все еще это Tableau. Вот. То есть они разрабатывались, да, при старой архитектуре, но клиентская база, да. Вот Tableau 24 тысячи клиентов. Вот. Естественно, они сейчас там все время и там мы коннектились к Hadoop, и мы тут коннект... То есть они как бы на этот паровоз BigDate пытаются бежать, и у них есть огромное конкретное преимущество в том, что у них огромная клиентская база, да. И туда можно, в принципе, что-то. Но у них есть большой минус, что все равно архитектурно они не готовы к тому, что происходит сейчас на рынке BigDate. ClickView, например, делает там новый продукт, который называется ClickSense, который уже там на более модной архитектуре и так далее. То есть они по-разному пытаются на этот поезд успеть. Вот. Ну, есть как бы... Есть ребята, которые, грубо говоря, с нами плюс-минус водной лодки, их много. Я вот так три наугад взял. То есть они там все так или иначе используют Hadoop для аналитики, там подключаются, там, да, с чем-то они на нас похожи. В общем, ну, не знаю. То есть каждого конкурента нужно уже анализировать отдельно. Ну, грубо говоря, есть такой кластер, да. То есть, в принципе, тех людей, с которыми мы там плюс-минус рядом находимся. Вот. И есть компании, которые реализуют это как SaaS-сервис, да. То есть как облачный сервис. То есть, например, там, это Hero. Вы заходите, регистрируетесь, загружаете туда данные, и после этого строите какую-то там аналитику. Т.е. они именно больше вот настроены на это. Так, а как ты загрузишь туда, если у тебя там гигабайты, терабайты и пятабайты? Сотни миллионов. Ну, значит, здесь такой момент. В принципе, если раньше мы говорили, что BI в клауде – это вообще было что-то такое очень странное. Потому что, во-первых, ну, я даже основная проблема, я считаю, не скорость загрузки данных, а основная проблема – это секьюрность. Ну, я, например, много там работал в банке, в outsourcing. То есть, они, естественно, никогда бы не пошли на какой-то Cloud BI, потому что это нужно куда-то грузить данные. Вот. С точки зрения… Сейчас закончу. С точки зрения объемов, ну, во-первых, можно… Ну, я не думаю, что нужно какую-то аналитику прямо делать по терабайту. Можно там что-то сагрегировать и загрузить туда агрегированные данные, как вариант. Кроме того, ну, можно даже… Ну, сейчас интернет быстро, в конце концов. То есть, можно какой-то там выделенный канал пробросить к ним за пленые деньги. Ну, и грузить. То есть, на самом деле… Ну, а вы посмотрите, допустим, тот же самый Amazon. То есть, на самом деле, сейчас там уже какие-то статистики, там, 60% компаний, так или иначе, с областными серверами работают. То есть, на Амазоне там… Ну, все куча всего. Оно же разбито по регионам, да. Вы можете выбрать там все какой-то близкий регион. Я не знаю, вот можно ли прокинуть прямо к ним кабель, там, к Амазону. Но я думаю, с депутатной гене там… Поэтому можно и питабайки туда вызовут. А если вы прокинули канал, то вы считаете, что в локальной сети. Вы карается, что грузить там на сервер, что… Зачем что-то куда-то грузить? Потому что, наоборот, к своему облачку дать им доступ, а пусть они агрегируют и вам показывают. Ну, вот у вас есть данные, зачем все ваши эти экзабайты куда-то загружать? Нужно же, наоборот, внешнему вот этому SaaS-сервису дать доступ к вашим данным. Ну, там есть варианты. То есть, если вы там, например, какой-то зайдете, например… Если у вас есть API Source, например, Google Analytics, он доступен только по API. То есть, у вас идет какой-то REST call, возвращаются данные. То есть, тогда нужно, например, загрузить. А если какие-то данные у вас есть, они там доступны по какой-то GDC строке, то можно просто так работать. Ну, по-разному. То есть, тут просто идея, что вся вот эта… То есть, у вас есть просто портон, на который вы заходите и там работаете. То есть, вы не инсталируете никакую инфраструктуру внутри компании. Вот. Тут есть просто и минусы, как бы по-разному бывает. Вот. Это больше позиционируется, если у вас внутри компании есть какая-то уже система, например, облачная. То есть, мы туда хорошо ложимся. То есть, внутри компании, но вот как сервис мы себя не позиционируем. Так, ну хорошо, мы как раз дошли, в принципе, до демо. До демо есть какие-то вопросы? Скажите, а вы используете какие-то особые аллитры в поисках? Свои собственные? Ну, кроме как бы сервисерсов, то есть, напрямую можно интегрироваться с сервисерсом и там искать. Да, я сейчас это покажу. Вот. Ну, такого больше ничего специфического нет. Макс, скажи, пожалуйста, по времени, как у нас? Я думаю, что это, ну, пять минут, если не считая вопроса, вопросы можно уже и спице задавать. Да, давайте договоримся тогда сразу, что вопросы закинься, чтобы она не двенадцатая. А то вы на голодный желудок начнете какие-то злостные вопросы и все. Ну, мы уже начнем. Сразу скажу, что это, в принципе, это зомдейта версии, как бы, ну, сейчас это последний, а, кстати, где зомдейта? Не видно? Может, завис, наверно? А это, наверно, завис. Сейчас попробую. Нет. Отлично. Так, ну что, это версия предыдущая, то есть, сейчас мы работаем, то есть, у нас последняя версия это 2.0, сейчас мы работаем на версии 2.2, а это версия 1.5.5. Вот. Значит, ну, с точки зрения, я вам показываю эту картинку Connect Visualize, здесь тоже все просто. То есть, у нас есть набор сорсов, тут порядка 15, да, но, в принципе, у наших уже где-то 40. Вот. Значит, вы конфигуриете ваш сорс, там проходите определенные стадии, там, коннекшена, там, и так далее, выбора таблицы. Вот. И, собственно, потом уже строите, строите визуализацию. Вот. Вот. И потом, собственно, можно открывать вот такие вот дашборды. Например, вот мы с вами говорили про Twitter, давайте посмотрим. То есть, вот мы с вами визуализировали определенные данные по Twitter, да. Кроме того, здесь, как бы, важно понять, вот то, что мы с вами говорили про Alive аналитику, да. То есть, вот он, в принципе, анализирует поток, что зависает, видишь, опять проект. То есть, можно, в принципе, откатиться по данным, да, и посмотреть, там, что было в том, что твитили, например, по Big Data, там, ну, там, не знаю, час назад. Что там, где слово плавает по экрану? Да. Это облако просто. Облако тегов. Облако тегов. А. Вот. Ну, и видите, что, в принципе, все менюшки, которые открываются, они адаптированы под тачскрин. Вот. Можем посмотреть детали. Сейчас. Ну, то есть, вот сразу можно там посмотреть, какие твиттеры, да, там можно даже пойти посмотреть, ну, потом уже перекинуться и посмотреть, там какой твиттер был. Это real time? Да, это real time. да, да. Так, а кому это твиттера, что-то еще? С social media. С social media. ...social media... …social media,… ...social media, или чем больше? Так, значит, теперь search-сорсы. Вот видите, то есть у меня, например, дашборд — это данные, по-моему, по-другому сайта. Да, там разные данные по гостинице. Что-то здесь. А, запаздывает отображение. И вот видите, он видит, что это search-сорсы, и он сразу ренейплит определенные дополнительные фичи, которые соответствуют коннекту. То есть, например, я хочу там что-то поискать еще дополнительно. Например, ревью гостиниц, где люди отдыхали в собачке. То есть, я вручу собачки, и у меня сразу он эти все данные фильтрует, уже базируясь на поиске. То есть, это говорит как раз о том, что мы работаем с сорсами напрямую. То есть, если мы видим, что это search-сорс, мы как бы поддерживаем эту фичу. Кроме того, например, facet-фильтры. То есть, мы можем еще отфильтровать, например, женщины. То есть, это женщины, которые пугают собачками. То есть, мы видим некую статистику. Так, что еще? Значит, Impal. Этот дашборд построен на Impal. Это, кстати, один миллион строк. В принципе, вы видите, что грузится довольно быстро. Вот, каждую визуализацию можно расширить. То есть, можно сделать, там, drill-up, drill-up, например, по карте. Так, что еще? Это можно будет посмотреть потом? Можете зайти на сайт ZoomData. Там, на самом деле, есть реал бесплатный зарегистрированный. Там еще, кажется, у вас в клиентах пром.ua, да? Их порта. Не-не-не, украинский рынок вообще не работает. Просто я сегодня заходил на аналитику по Прозоро. Там… Это кликсенс. Это кликсенс. 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 А вот, есть ли у вас какое-то очень тяжелое отображение, что, допустим, надо 10 часов тут построить отчет? Ну, как, оно запускается, а потом какой-то бегунок, и можно зайти с планшета, типа, ой, еще 5 часов. Не, ну, такого не бывает. Такого не должно быть. Ну, то есть, вы видели, что там 1 миллиард строк был на Empire, то есть, ну, там, кластер Empire, но оно довольно быстро построено. То есть, как бы, у вас все задачи такие, что должно построиться за время, вот, пока там будет подрываться. Конечно. Ну, то есть, если это очень старый медленный сорт, значит, нужно закачивать данные в Spark. Делать какой-то распределенный Spark-кластер. Туда все закачивать, и потом уже с этим работаем. А какую-то преподготовку данных вы делаете? Ну, только, как я говорил, какую-то базовую. Да, то есть, вот, видите, например, сейчас это… Как раз дашборд по продажам. Да, то есть, видите, что данные идут в ладо. Ну, все они меняются. И вот, что же мы говорили, как раз пример в Черной Пятнице. Допустим, да, вы сидите в каком-то там центральном офисе, пусть товар продается, да, и вы видите сразу там, как меняются, например, продажи по категориям товаров. При этом у вас есть таймплеер, да, вы можете откатиться там, посмотреть, ну, что было, например, в час назад. Ну, кроме того же, какие-то дополнительные фишки, анализы, в том, что можно, например, не знаю, там из парчарта перейти в тренд, там, например, что-то отфильтровать. Фильтрол. Вот такие штуки базовые у нас везде. Можно посмотреть какую-то демку, которая реально какой-то use-case заказчика решила и как-то его бизнес-процесс выделила. Ну, такую демку я сейчас, наверное, на вскидку не дам, потому что, в принципе, реальные клиенты нам особо так не шарят, чем они там секьюрно. Ну, вот, как бы, кейсы, в принципе, мы уже с вами сколько кейсов рассмотрели, да. То есть первый кейс у нас был по аналитике Twitter, то есть есть, как бы, например, тег-компании, мы хотим в лаве смотреть, что сейчас твитают, например, про компанию Vramor, да, то есть мы вводим и смотрим. Например, какой-то ивент идет, да, идет выставка, и все тегают, например, с этой выставкой, и мы сидим в офисе и мониторим, что происходит, да, там, что вообще твитают о нашей выставке. Второй кейс был, мы, например, туристическое агентство, да, то есть у нас есть список отелей, которые мы предлагаем клиентам, у нас есть сайт review этих отелей от наших клиентов, мы хотим, например, по различным сегментам смотреть, что пишут в этих гостиницах и реально эти гостиницы, стоят ли дальше рекомендовать или нет. Да, то есть это был второй кейс. Ну, про Impala это была чисто больше производительность, да, потому что он работает на таких объемах. Реал-тайм, ну, опять-таки сказал, то есть торговая компания, пиковый день продаж, мы в онлайне смотрим, да, там, что, ну, что продается, мы можем оперативно отреагировать, там, не знаю, делать какую-то логистику, дополнительно переместить товары. И, значит, еще хотел вам показать embedded zoom-dated, то есть вот это вот тоже zoom-dated, то есть весь движок на самом деле zoom-dated, но вы видите, что UI полностью изменен, да, то есть это автомобильная компания, которая там позволяет, по-моему, смотреть, сколько там поломок и… А, извините, а extension это только на C пишется? Нет, это не C, это просто REST. Нет, на REST было понятно. А вот если extension писать, допустим, для вашего продукта, то есть это только C, да? Нет, у нас продукт вообще написан на Java, да, то есть и как бы взаимодействие идет просто по public API, да, то есть вы можете там… Просто есть литерализация, вы пишете к ней другой UI, и все, и работаете через public API. То есть под extension мы все понимаем, что… А, допустим, дописать код о функционалах, которого у вас нет, или уже, например, для наших компаний? А UI? Ну, через UI. Ну, например, какого функционала? Ну, это расчет данных, которые я вам привожу. Если это какой-то такой уже BPM функционал, то такой возможности сейчас нет. То есть вы можете, например, данные получить через REST, и потом их что-то еще над ними там просчитать сверху. То есть, ну, прямо там встроить какой-то компонент, как внутрь зум-дейт, да, вот такая сейчас… Да, последний, последний штрих, да, то есть, ну, как я говорил, абсолютно новый UI, то есть это может быть встроен какой-то портал, и, например, можете раз, и затрилится там исходные данные. На этом вау-эффект, я думаю, что мы закончим. Клоус-худ. АПЛОДИСМЕНТЫ